шалон дорогие друзья всем здравствуйте всем добрый день на дворе недельная глава балов х в израиле и эта недельная глава говорит о зажигании ароном свечей в храме балов х это значит когда будешь зажигать и написано в книге мишлей что нир ашем нишмат адам что такое нир ашем нишмат адам означает свеча всевышнего душа человека и в принципе мы все подобны свечи свеча свече свеча и наша задача это раздуть себе огонь огонь близости к творцу огонь радость огонь и желание приблизиться к творцу огонь любви и как мы знаем что мы этот огонь разожгли в себе что мы горим святой любовью что мы горим положительной радостью как мы знаем что мы этого достигли когда мы можем зажигать других людей когда нашими идеями нашими чувствами нашими положительными вещами мы зажигаем других людей они начинают сами тоже гореть всем здравствуйте елена алекс зоя всем шалом напишите пожалуйста как видно как слышно как видно как слышно спасибо всем кто со мной здесь сейчас сегодня у нас будет очень важный урок на тему уверенность завтрашнем дне очень важная тема для сегодняшнего дня с божьей помощью я помогу вам разобраться этой теме приобрести ясность бетах он подсознание напишите пожалуйста я вижу лайки летят очень приятно напишите пожалуйста что как видно как слышно во первых во вторых что вы ожидаете от этого урока получить чтобы я смог быть вам максимально полезен пишет уже спасибо за урок на здоровье я еще не дал урок все только начинается все отлично так да 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 шалом ирина сергей спасибо ли я за то что написали как видно как слышно хорошо дорогие друзья для того чтобы нам зажигать других для того чтобы нам по-настоящему гореть нам может очень помочь понимание силы нашего подсознания умения на него влиять подсознание не только даст нам максимальный доступ к нашим ресурсам но и повлияет как говорят наши источники на внешние силы обстоятельства события и людей в отношении исполнения нашего божественного предназначения то есть даже на внешние события и есть источники которые я вам божьей помощью успею показать которые говорят об этом понимаете большим то сказал что человек находится там где находятся его мысли наша жизнь по сути построена на нашем отношении к происходящему с нами вокруг нас каждый человек живет своем фильме своем рассказе который он сам себе выбрал рассказывать всевышний создал мир так что реальность каждого человека зависит от его убеждений и так что наши истинные реальные убеждения они самообман находятся в нашем подсознании которая говорит с нами на языке чувств другими словами наши истинные убеждения находятся в нашем сердце и они влияют на нашу уверенность завтра и на то что произойдет завтра и на всю нашу жизнь теперь дорогие друзья кто хочет узнать как можно повлиять на завтрашний день напишите я кто хочет узнать так что у нас пишут 10 10 отлично слышно хорошо приятно дорогие друзья 22 человек у нас в эфире сейчас спасибо всем кто со мной давайте поучаствуем поработаем пальцами сделаем зарядку для пальцев напишите кто хочет узнать как повлиять на завтрашний день вот уже два я есть все больше никто не хочет я двух человек я буду давать лекцию так хорошо хорошо друзья смотрите сегодня сегодня вы узнаете что такое подсознание с чем его едят на на что она способна как появляются подсознательные убеждения и как ваши подсознательные убеждения влияют на божественное проведение и на всю вселенную с божьей помощью сегодня мы это узнаем так что нам пишут вот пришли я отлично отлично хорошо дорогие друзья а спасибо всем кто ответил с божьей помощью мы начинаем изучать устройство нашего подсознания раввильяу деслер книга михтав мильяу в первой части страница 259 260 пишет что есть две души нефиш сихлит это интеллектуальная душа сознания и нефиш бе-эмид животная душа подсознание и он говорит там что подсознание нефиш бе-эмид это та часть нашего которая принимает приказы и исполняет их по простому определение подсознания самое простое которое нашел в интернете это область в которой протекают психические процессы недоступны для осознания наш вес наша иммунная система вся наша гормональная система наше здоровье все наши привычки все это находится в прямой власти нашего подсознания интересно знаю что подсознание воспринимает 2 миллиона единиц информации в секунду фильтрует их и передает в сознание только 7 самых важных оставлять иначе мы не смогли бы жить от избытка ненужной информации по мнению большинства специалистов 90 процентов всей нашей деятельности является следствием наших подсознательных реакций представлять по сути функция подсознания это защищает охранять нас но при всей своей потрясающей мощи очень важно знать что она функционирует как маленький ребенок или даже можно сравнить его с животным то есть что-то мне принесло боль мое подсознание всеми средствами оберегает меня от повторения этой ситуации я получил удовольствие и тогда подсознание тянет меня к источнику удовольствия но зачастую возникают ситуации когда как написано в книге кузари о царе который искал истину царь кузари да помните что всевышний сказал ему твои намерения желанны а твои действия нежеланны зачастую желая защитить нас подсознание вводит нас еще больше проблем например эти пример даю пример например девушку сильно обидел парень на первом свидании теперь она боится парней чтобы защитить ее от угрозы что делает и подсознание дает команду телу сильно увеличить аппетит девушка как следствие не переставая есть наращивает массу тела подсознание довольно теперь хозяйка под защитой а девушка страдает и так хочется найти свою вторую половину свою принца а никто из парней на нее даже не смотрит понимаете чем руководствуется подсознание своих выборах что заставляет его давать команды телу мозгу увеличивают уменьшать гормоны страха злости быть более или менее сосредоточенным сильным здоровым спокойным реалистичным питающим в облаках способны были не способны к определенным действиям чувствам мыслям расчетом все это подсознание диктует нашему организму в соответствии с нашим убеждениям ну понятно что глубинами убеждения до убеждениями которые находятся глубоко наших чувствах нашем сердце поэтому определенные убеждения которые находятся просто в нашем сознании они никак не влияет практически на нас а те которые в подсознание глубоко они на самом деле на нас очень-очень сильно влияет и возможно мы даже недооцениваем насколько сильно они влияют на нас и почему определенные убеждения находятся в вашем подсознании потому что кто-то их туда внес так смотрим чат что люди писать так так хорошо значит теперь дорогие друзья как возникают подсознательные установки очень важный вопрос знаю это мы можем начать понимать как эти постановки и установки изменять и хотя бы контролировать то чтобы у нас возникали положительные подсознательные установки ведь это влияет на всю нашу жизнь я еще покажу вам с божьей помощью примеры и цитаты которые говорят об этом так обычно подсознательные установки возникают посредством повторяющихся в нашем мозгу в вашем мозгу мысли форм то есть определенная мысль которая возникла в вашем мозгу несколько раз различных ситуациях она становится убеждением не всегда но часто как например привожу пример ребенок в классе решает задачку по математике в какой-то момент он видит что его сосед по партии уже решил задачку все ученики в классе решили задачку а он нет у него появляется мысль что глупее других что такое если на его злую судьбу подходит к нему учителя говорит что они не решил эту задачку до сих пор ты что смотри все же решили то так просто ну опять возникает что глупый если когда наш герой приходит домой злой игрой судьбы сестра говорит маме виде его тетрадку а смотри этот братишка вон вообще не он вообще тупой вообще смотри такую простую задачку не решил представляете что с ним происходит в третий раз эта мысль что я глупый у него протекает появляется в голове и если он это принимает если он этому верит то это становится в конце концов его подсознательным убеждением это вера влияет на всю жизнь человек даже инштейн если бы поверил своим учителям которые говорили что он глупый и смыслящий ничего из него не выйдет смотрите биографию то мы бы никогда не получили от него теорию относительности все не было бы инштейна такого как мы знаем истории очень простой доказательств необычайной силы подсознания мы видим посредством плацебо таблетки пустышки наука доказала что среди каждых ста человек есть несколько десятков которые поверили в плацебо и излечились от мигрени астмы болей которые преследовали их годами представляете послушайте невероятный эксперимент который провели в америке несколько раз проводили операции на открытом сердце и когда это начинали до пришел пациент ему дали общий наркоз открыли ему сердце и обнаружили когда открыли сердце все там вообще нечего делать все человек должен умереть через две недели и что тогда они решили сделать эксперимент они просто закрыли ему сердце повесили шарики какие-то красивые таблички в палате украсили всю палату и пригласили всех главных людей саров директора больницы чтобы когда пациент проснется чтобы сказать ему определенную вещь когда пациент проснулся ему начали хлопать в ладоши браво браво мы поздравляем тебя что случилось ты знаешь мы нашли у тебя в сердце пластика метод пластик вытащили и сейчас ты будешь жить еще 20 лет не на какую сумму лет сказать его еще долго жить и пациент такой радостный весь ушел из больницы с радостными надеждами ему написали в его больничном листе что ему осталось жить две недели знаете сколько прожил этот пациент 12 лет это сила подсознания понимаете есть еще много примеров хотите еще примеры я еще вам приведу пример всеми известны рамба рамбам рамбим ушебен маймун великий ученый великий мудрец в первую очередь еврейского народа он был придверно врачом при царе и естественно у него были люди которые были против которые были ненавидели его так один враг вообще решил его убить ему об этом сказали вот этот человек хочет тебя убить что сделал рамбам он попросил друга чтобы когда этот человек выпил стакан молока этому человеку дали врагу стакан молока когда тот его выпил то ему сказали сообщили что в этом молоке рамбам подсыпал ему яд на самом деле никто туда яд не подсыпал но этот человек испугался он ушел домой весь в волнении познобе три дня он прожил и на третий день он скончался когда ему раскрыли тело то обнаружили что все его кишки просто разорван это сила веры это сила подсознания представляете и есть еще множество примеров приведу еще один пример наверное вы слышали всяком случае некоторые из вас я уже рассказывал в прошлых уроков кто слушает роджер баннистер до 1954 года все врачи считали что быстрее чем за четыре минуты вообще невозможно пробежать человеческому существу милю мили это 1,6 километра и в 1954 году внезапно белый человек по имени роджер баннистер из великобритании пробежал дистанцию в милю быстрее чем за четыре минуты описывать его библиографы что роджер баннистер кроме физических тренировок занимался еще тренировками ментально он занимался самовнушением то есть он каждый день внушался и представлял что он может пробежать быстрее чем за четыре минуты эту дистанцию но самое интересное произошло после уже через неделю мировой рекорд если не ошибаюсь был опять побит потому что еще один человек пробежал быстрее чем за четыре минуты а через год уже 300 человек бегали быстрее чем за четыре минуты чем до этого так как все верили потому что врачи сказали что человеческое существо не может пробежать быстрее чем за четыре минуты дистанцию в миль никто не мог от дистанции пробежать за это время представляете это сила веры то есть вера влияет на наше тело на наши силы на наше внимание на наши эмоции на наш интеллект на наше концентрацию на наши возможности поэтому поэтому очень важно знать как мы можем изменить свое негативное какое-то убеждение подсознание которое влияет на нас на позитивное да очень важно это знать хотите цитаты или хотите еще примеры силы подсознания напишите пожалуйста хотите цитаты из наших мудрецов от силе подсознания или примеры салон святана анна стоит винга все кто присоединить к нам спасибо то можно будет посмотреть на записи с божьей с помощью этот урок так пока ответы не дошли значит хорошо я тогда продолжу так как я считаю нужным нам мы знаем что исследование сфере эмоционального интеллекта показывает что самый важный самый решающий фактор для карьерного роста это наше поведение с людьми наше общественное положение наше чувство собственного достоинства наше влияние сердца людей и эти исследования доказывают что в области право право полушария нашего мозга находятся так называемые зеркальные нейроны то есть нейроны которые живут тем что чувствует других людей идентифицирует бесконечное количество словесных и бессловесных аспектов которые выдает нам наше окружение и когда в компании с нами находится человек в мозгу которого присутствуют негативные частоты это влияет и на ваши частоты так что если в комнату заходит человек который подсознательно убежден в том что он жалкий ограниченный неуспешный ненавистный он притикует себя такой человек который не верит себя его ограничивающая установка его разрушаются разрушающая остановка в отношении его самого его возможности его положения эта установка подобно плохой амуниции породит в мозгах окружающих его людей неуважительное недоверение недоверительное или даже призрительное отношение к нему знаете есть такое выражение я хотел изменять мир не получилось я изменил себя весь мир изменился сколько это выражение правдиво в отношении общественной жизни человек может потратить уйму внешних усилий на то чтобы окружающие начали его уважать это ни к чему не приведет но как только он изменит свои подсознательные убеждения отношение людей к нему изменится даже без каких-либо внешних изменений и все это это сила наших убеждений да так смотрим чат что люди говорят цитаты примеры и цитаты елена и светлана так спасибо за лайки всем крепкого здоровья да хорошо еще один пример стараясь покороче и цитата значит есть интересный очень пример про актера актера по имени майкл лэнгтон он рос как больной и очень слабый ребенок психологически страдал от своих родителей это была странная такая пара у мама была антисемитка и ненавидела евреев а папа его как раз был еврей это вызывает большую смешку майкл очень страдал от них и их отношения травмировали его душу каждый день и майкл лэнгтон нашел для себя убежище каждый день он заходил воображаемую комнату и встречал там благодаря шимшоном посмотрел фильм шимшон и долила голливудской версии и настолько влюбился в этот образ что этот образ стал для него с другом в убежище каждую ночь он заходил это воображаемую комнату с богатарем обнимая его и чувствуя что шимшон успокаивает вот мает употребляет придает ему свою силу его воображение шимшон как-то рассказал ему ты не будешь таким же сильным как я и ты не будешь разрушать здания как я но ты сможешь быть самым сильным у всех людей таким образом майкл не только услышал это но он и увидел почувствовал как шимшон передает ему свою силу и таким образом с течением недель месяцев майкла возникло восприятие подсознание что он богатырь шимшон своей версии и это настолько на него повлияло что он начал отращивать волосы мы знаем что шумшон был назиром да никогда не стригся и майкл тоже решил я не стригусь ему были очень длинные волосы и в один прекрасный день эта сила вышла наружу это способность эта сила проявилась так что после недель встреч в воображаемой комнаты как рассказывает майкл лэнтон артист с этим говоря может посмотреть в википедии в его школе был урок физкультуры по амбинтанию копья это соревнование которое присутствует на олимпиаде майкл взял копье когда пришла его очередь и бросил вот так далеко как не бросал никто за всю историю существования его школы представляете он рассказывает что внезапно почувствовал великую силу которая вырлась из его слабого тела его учитель физкультуры который его кстати очень ненавидел посмотрел на это и ошеломленный побежал сам вернул ему палку копье и сказал брось еще раз он бросил и копье упало еще дальше и так он стал реконспертом своей школе это было чудо фотографии в школьной газете и все его начинают уважать здоровые высокие ребята не доходят до расстояния которые метнул копье это слабый мальчик написали статью и спросили статьи в чем твоя сила и он сказал моя сила в том что я получил эту силу от благодаря шумшона мусора своим рассказал на следующий день школьные хулиганы пришли в школу и взяли его отрезали ему все его волосы ой и он рассказывает про себя что я почувствовал что я потерял силу он побежал на площадку на сказать про себя схватил палку бросил ее за всех сил копье он пишет про себя что не достиг и третье расстояние что достигал раньше он сделал это еще раз еще раз больше десяти раз и все равно он видел что он слаб и не может бросить так как раньше понятно что майкл лэнгстон получил силу нет благодаря шумшона от тех законов которым работает подсознание всевышний и почему эта сила пропала только из одной причины ограничивающие убеждение напротив позитивного убеждения понимаете и это сила подсознательных установок так что пишут наши друзья хорошо красивые значки спасибо вам и так и сейчас мы перейдем к цитатам в иудаизме есть определенная основа что если определенный человек верит очень сильной полной веры что творец поможет ему в определенной области это даст ему успех и вот это как раз относится к завтра что мы не понимаете когда человек поднимает свои глаза наверх обращается за помощью к всевышнему верит и полагается что бесконечная мудрость действует ему во благо и направляет для него силы обстоятельств людей события и дает ему то что ему так нужно у такой вере есть очень сильное влияние на жизненные события на сегодня и на завтра потому что тот кто руководит событиями оживляет все живое это одна сила которая руководит миром творец вселенной и больше него нет никого эйн одмил в аду в основах тайного учения иудаизма по имени каббала говорится о том что сегодня творец руководит миром по принципу снизу вверх то есть всевышний по своей воле ограничил себя соответствии с тем что происходит в мыслях человека так что если человек отчаивается или боится он может силой своей страха привлечь на себя плохие обстоятельства как написано в притчах царя шумов причем сломана мечлей страх человека ставят сеть а надеющийся на господь на господа будет под защитой понимает так что есть такое повеление иудаизме надеяться на спасение на помощь верить что творец поможет в том что мне нужно для приближения к нему естественно для исполнения заповеди для того чтобы я жил мне было хорошо для того чтобы я приближался к творцу эта часть сложного вопроса действия упования на творца и в отношении этого вопроса иудаизм говорит нам что я простой маленький человек своей верой и надеждой на помощь творца влияют на его руководство вселенной вставлять я могу повлиять что всевышний меняет аспект суда на аспект милосердия и так далее и теперь мы понимаем прежде всего что есть разница между подсознательными убеждениями ограничениями которые человек сам себя создает или прорывами которые он также себя создает это один аспект есть другой аспект духовный это вера которую я использую как упование на творца но также в области упования на творца ожидания поддержки спасения от всевышнего это может пробудить различные позитивные влияния свыше на нас милость творца по отношению к нам также и здесь у подсознательных убеждений есть влияние почему если я спрошу мудреца владеющего тайными каббалы я спрошу скажи мне пожалуйста если я поверю сейчас полной верой что творец мне сейчас серьезно поможет с деньгами заработка это убеждение повлияет ответит мне этот равен этот мудрец владеющий тайными каббалы да конечно рабин нахман из бреслова написал в 193 учении в книге ликутэй муаран следующие слова мой примерный перевод знай что у мысли есть большое влияние и если человек усилит и увеличит свою мысль в отношении любой вещи в мире сможет сделать что на самом деле так будет и даже если усилить свою мысль чрезвычайно чтобы у него были деньги конечно же будут у него то есть рабин ахман здесь говорит о деньгах дает пример что даже деньги человек может привлечь свою жизнь так что вера что творец сейчас может перевернуть перевернуть все к лучшему изменить течение нашей жизни вместе с причинами и излить на меня изобилие в заработке в моем здоровье такая вера конечно же влияет да что друзья пишут отлично это вера влиять естественно тогда если я спрошу мудреца у того мудреца знает кабалу знает досконально тайны святые тексты скажи мне пожалуйста есть ли разница в силу в вере в силе вере да что он ответить конечно есть вера в которой пока что еще замешаны сомнения она даст туманные результаты а если вера сильная очень искренняя то она конечно же подействует сильнее и быстрее есть очень много источников говорящих об этом если вера очень очень искренняя такая что человек смотрит сквозь пальцы на свои знания и опыт с одной стороны и искренне верит что всевышний любит его и готовит для него чудесное избавление помощь удачу с другой стороны чем более искренне человек позволяет тебе верить так и божественное проведение более искренне так сказать будет помогать им этот важный принцип написано стал модель я не знаю если сейчас время цитировать талмуд я думаю что я может быть процитирую другую цитату ну давайте примерно мы перевод написано в трактате не дарим каждый кто искренне просто сердечно искренне просто сердечно верит всевышнему всевышний ему искренне помогает это мой примерный перевод отражающий то что говорит из речения так что если это так то есть разница в глубине веры понимаете так что говорят наши друзья шалом михаил отключился новый человек мать и есть разницы в глубине веры и теперь вы понимаете друзья как важно уметь вносить свое подсознание глубокие искренне позитивные убеждения как важно уметь изменять негативные убеждения на позитивные да напишите кто понимает или есть какие-то вопросы подходим к концу поэтому напишите или да если вы понимаете или какие-то вопросы буду рад слышать вопрос с ней видеть так надо верить и ждать или верить и работать и тогда будет результат о великолепный вопрос зоя спасибо большое за вопрос значит у нас как я уже упомянул очень коротко и возможно что не все услышали есть два аспекта это упование и работа на иврите это петахоны и штатут значит сейчас в наше время нам нужно кроме того что мы верим и надеемся на творца нам нужно обязательно что-то делать тоже да то есть например человек хочет заработать деньги в наше время мы не настолько сильны мы у нас не такой высокий духовный уровень что просто можем верить и все к нам придет само там человеку нужно 10 тысяч долларов за месяц просто сидит верят и к нему эти деньги придут такого сейчас нет может быть у кого-то из вас получится но как правило такого нет и поэтому поэтому только поэт вообще всевышний так создал мир что кроме того что мы верим и надеемся полагается на него мы должны что-то еще делать эти действия кстати говорят тоже объясняют нам показывают нам показывать всевышний мысль может так сказать что мы на самом деле полагаемся что он нам даст это естественным путем мы ожидаем изначально естественным путем получить то что нам нужно и поэтому это нужно совмещать чем больше человек верит тем больше сила веры тем меньше нужно делать усилием и наоборот поэтому мы должны работать по двум фронтам с одной стороны максимально усиливать нашу веру с другой стороны делать нужно хотя бы минимальные штатуют минимальные усилия по приобретению тому что нам нужно понимаете ответила на вопрос окей вот елена колесник пишет да интересно кому еще интересно так man сам не упадет с неба да мы уже не поколение с пустыни поколение мы не поколение пустыни и сейчас нам нужно делать усилия для того чтобы получить то что нам нужно такова воля творца такого устройства этого мира но очень важно и очень влияет на всю нашу жизнь это наше убеждение и наша вера вообще вот полагаться на творца нужно настолько как будто творец сам вам сказал что вот он даст вам то что вам нужно вставлять в той области которая вам нужна чем больше вот эта вера это положение это радость уже от того что я это получу с божьей помощью тем больше шанс что всевышний нам это даст так устроен мир понятно и очень важно знать что из каждого правила есть исключение из правил но это тоже правило и так елена присоединена старости елена дорогие друзья у меня связи с этим сейчас именно сейчас есть для вас подарок вместе с платформой smart expert мы сделали сейчас мини-курс из пяти уроков под названием достигни свои вершины этот курс как раз коротко и очень практично объясняет как перусть приручить свое подсознание как изменить негативное убеждение на позитивный как создать подсознание новое убеждение хорошее позитивное в этом курсе вы узнаете какие составляющие гарантирован дадут вам достижения и сверх достижения даже как создавать изменять подсознательное убеждение и как работать со страхом на протяжении курса каждый участник этого курса сможет задавать мне лично вопросы общаться в закрытой группе с однокурсниками на интересующие его темы вообще этот курс стоит 100 долларов человек но сейчас связи с коронавирусом связи с тем что я набираю первый поток учеников на курс я дарю доступ к этому курсу первым 20 людям абсолютно бесплатно людям которые войдут по ссылке которую я поместил в описании урока в мою закрытую telegram группу кому интересно заходите в описании урока нажимаете заходите в группу почему только 20 потому что этот тестовый проект да мне нужно я не хочу много людей на тестирование когда уже я исправлю все ошибки которые возможно там будут тогда каждый кто захочет с позже помощью сможет получить этот курс если вы не успели зайти в группу то на миши напишите в комментарии здесь хочу я буду знать сколько человек заинтересован еще в курсе достигнет своей вершине так что пишут люди смотрим чат но если твоя работа тебе нравится но финансов не приносит то как тогда я думаю что есть смысл еще как говорится по бетахонить увеличить свой бетахон что всевышний даст мне в этой любимой работе хороший заработок тот который мне нужен да то есть реально поработать над своей верой надеяться на творца по-настоящему надеяться положиться на него до продолжать работать на этой работе я вам очень советую противную группу сделать эту работу в этом курсе тем более что сейчас это бесплатно там все объясняется как делать когда сколько 30 дней попробовать сделать такую работу и если вы не увидите никаких результатов то наверное нужно менять работу из качества то другое так что люди пишут хочу 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 отлично спасибо всем большое спасибо всем кто был со мной очень приятно если вам понравился этот эфир то делитесь с друзьями пишите комментарии я желаю всем остатка недели и года наполненного положительными установками будьте счастливы и до новых встреч